Приезда замминистра по физкультуре, спорту и молодежной политике Свердловской области Василия Коротких в Полевской особенно ждали тренеры и представители спортивной общественности. Интерес к спорту все больше. Это не только дань моде на здоровый образ жизни, но и государственная политика. Здоровье нации становится гарантом безопасности страны. Если вспомнить олимпийские игры летние, которые прошли в Москве в 1980 году, они как раз дали такой всплеск в стране развития спорта, всплеск развития материальной базы. Ведь сегодня говоря об олимпийских играх, которые проходят в Сочи, это действительно единение всей страны. Мы сегодня видим на трибунах флаги с наименованием городов практически со всей страны. То есть вся страна в одном порыве живет Олимпиадой. Я думаю, что многие родители, те, которые посмотрят эти олимпийские игры, они поведут своих детей. Сегодня уже есть всплеск то, что в Свердловской области наверняка фигурное катание получит новое звучание, новое направление в своем развитии. Полевской занимает одно из ведущих мест в области по числу занимающихся физкультурой и спортом и по количеству спортивных объектов. Эти показатели выше, чем среднеобластные. Здесь есть квалифицированные кадры, способные готовить спортсменов различного уровня. При этом тренеры обращаются к региональному чиновнику с предложением о большей доступности спортивных площадок. Николай Колчанов, тренер по лёгкой атлетике, считает, что проблему решат школьные спортивные площадки, которые станут центром жизни жилых кварталов. Василий Коротких предлагает включить этот вопрос в комплексную программу развития Полевского городского округа и активнее входить в областную программу «Школьный стадион». Попасть в спортивный зал сегодня – это проблема. Что касается студентов наших, что касается даже работников предприятий «Ладный Северский», которым завод чуть-чуть обеспечен. Даже в школах заняты спортивные залы, все залы расписаны. Детям по мини-футболу заниматься негде, потому что есть проблемы. Хочется как можно больше тренироваться, возможности нет. Поэтому здесь надо продолжить работу по строительству и для мини-футбола зала. Мы с этим занимаемся, с предпринимателями вместе. Думаю, что часть вопросов решит построенный зал, который будем строить при строе 14-й школы. Это обязательно. Ну и нельзя далеко откладывать идею по ФОКу, который в южной части проект готов. Единственная проблема – там, хотя по снабжению надо продолжить работу с проектом, снять замечания, которые есть. Но не в этом году, а в следующем году выходить на федерацию, все-таки ФОК с бассейном на юге строить. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в южной части города может стать реальностью, если идти к этой цели шаг за шагом. Снова зашла речь о состоянии картодрома и о развитии технических видов спорта в городе. Надежды не теряем. Да, Александр Владимирович посещает соревнования, открывал эту программу. Надеюсь, он в курсе всех дел, ему много рассказывать не пришлось, поэтому как-то полегче, наверное. Евгений Швалев, тренер по лыжным гонкам, предложил проводить соревнования между городами и возродить эстафетные гонки. Замминистр решил, что одно из спортивных мероприятий области можно организовать между муниципальными образованиями. Предложение Якова Хинкина о кортах, который год упирается в одну и ту же тему. Кто возьмет их на содержание и будет поддерживать в работоспособном состоянии. Глава города Александр Ковалев предложил до 1 сентября решить вопрос с кортом в южной части города. Дом спорта Трубников порадовал замминистра преобразованиями и поэтапными улучшениями всех спортивных площадок. Самое главное, что мне понравилось в разговоре с Михаилом Сильчем, то что он человек будущего. Он смотрит далеко вперед. И у него грандиозные планы не только по содержанию материальной базы, я имею в виду в виде спортивных сооружений, но и по оказанию помощи как пенсионерам, по оказанию помощи подрастающему поколению. И самое главное, самое главное, у него есть план перспективного развития спортивных сооружений трубного завода. Василий Коротких еще раз напомнил, что спорт это здоровье, поэтому тема развития спорта, особенно после Олимпиады, станет одной из приоритетных. Сегодня вся страна в принципе смотрит Олимпиаду, старается смотреть в полном объеме. Ну потому что действительно гордость есть за нашу страну, когда видишь такие объекты, которые соорудили в кратчайшие сроки. Вы сейчас уже использовали слово в принципе, наша компания называется «Принцип». Вот что нужно принципиально сделать для того, чтобы действительно сегодня и спорт, и самая главная массовая физкультура развивалась в муниципальных образованиях. И Полевской на пути к этому? В Полевском городском округе и администрации города, и руководителями предприятий как раз выбран правильный вектор в сторону физической культуры и спорта. А в принципе нужно просто любить движение и знать, что самое главное у человека – это здоровье. Принципиально о спорте смотрите каждый четверг в эфире нашей телекомпании «Овертайм» с Максимом Исаенко. А пока Василий Короткий, который получил в дар несколько выпусков этой программы, увез из Полескова, еще и дельные предложения. Эльмира Самохина, Касатин Беронов. Новости нашего города. Продолжение следует...